Доброго дня, дорогие наши студенты! Доброго дня, дорогие друзья! Доброго дня, дорогие друзья! Спасибо большое! Друзья, ну и хочу напомнить, что сегодняшняя встреча у нас будет в формате «Диалога на равных». Это федеральный проект «Росмолодежи», как говорится. И сегодняшний гость, еще раз давайте им поаплодируем, руководитель федерального агентства «Желомодежи» Александр Бугай. Александр Бусяев, хочу познакомить вас с аудиторией. В принципе, это сидят студенты, руководители органов студенческого управления, лидеры своих команд, заместители руководителей, авторы и создатели проектов. В общем, студенчество Республики Татарстан, вот оно у вас перед глазами. И, конечно, ваш модератор, модератор встречи, президент Лиги студентов Республики Татарстан, Руфат Киямов. И хотелось бы буквально пару слов рассказать о Лиге студентов. То, что на данный момент, на сегодняшний день, Лига студентов – это организация, которая объединяет все студенчество Республики Татарстан, более 200 тысяч студентов. И мы реализуем молодежную политику и реализуем организованный проект. Например, в ноябре у нас мы организовали и были организаторами национальной премии студент года Российской Федерации и красные студенчества Российской Федерации. И, конечно же, сейчас хочу передать вам слово, приветственное слово. Ну и формат у нас «Диалог на равных» практически без галстуков, поэтому, я думаю, такой теплый и уютный атмосфер пройдет наша встреча. Спасибо. Можно, я думаю, сидя? Друзья, добрый день. На самом деле, во-первых, спасибо, что собрались. Всегда, знаете, как это я помню, по студенческим годам, особенно по первому, всегда сложно собираться на выступление какого-то непонятного чиновника, который приезжает, не ясно для чего вообще, чего-то рассказывать. Тут у нас даже тема определенная заявлена, ее всегда пишут, молодежная политика как инструмент формирования человеческого капитала. Я, честно, сильно сомневаюсь, что вам всем это интересно. Нет, то есть интересно, можем об этом поговорить. Но вот есть у меня почему-то сомнения, что прямо в таком формате эта тема вам любопытна. Может быть, давайте таким образом поступим. Я вам в двух словах немножко расскажу вообще, а, собственно, для чего Федеральное агентство по делам молодежи существует, вообще для чего это все. А потом уже вопросы-ответы любые, какие хотите. Желательно не те, которые заготовлены заранее, которые прямо сейчас родились в процессе общения. Ну, смотрите, я издали начну, немножко вас помучу. Ну, вообще сейчас здесь же технария есть вообще в зале? О, хорошо, аудитория почти готовая. Скажите, а я всегда в таких аудиториях спрашиваю, вот вы что-нибудь слышали про такой понятий, как четвертая промышленная революция? Слышали? А кто не слышал? Ну, это, я просто, чтобы понять вообще, рассказывать вообще об этом, или это вообще непрофильная история, казалось бы, для нас, но без этого вообще-то не понять, что происходит. Тишина. Ладно, в двух словах. Смотрите, есть куча умных людей, которые считают, что сейчас человечество в целом вступило в эпоху четвертой промышленной революции. Ну, не знаю, или наступило в нее, вы уж как хотите это называйте. А она чем характеризуется? Там много всего, умные люди пишут, если вам интересно, вы это все почитаете. Ну, по факту, вот три вида технологий, которые сейчас в виде таких кросс-платформ входят в нашу жизнь и сурово ее меняют. Это, конечно, цифровые технологии информационные, но ускорение цифрового процесса гигантское происходит. Из вас кто-нибудь вообще знает такое понятие, как там Pentium 4, например? Нет, он знает те, кто должны, по идее, да? Слушайте, мне, когда я поступил в институт, родители купили компьютер. Я был очень такой продвинутый парень, у меня был Pentium 1. Значит, там было безумно много оперативной памяти. Ну, что-то гигабайт 200. И это считалось вообще очень прокачанной, продвинутой штукой. Там Warcraft шел, летал просто вообще. Вот. Значит, сейчас то, что у вас в руках обычно находится каждый день в виде телефона, эта штука несопоставима по своим возможностям с тем, что, собственно, было еще несколько лет назад, там лет 10-15. Биологические технологии, конечно, социальные процессы, которые безумно ускорились по разным причинам. Гуманитарии тоже наверняка здесь есть, судя по тому, что они все подняли руку, что они технари, и понимают, наверное, что такое социальный процесс, особенно в обществе. А это ставит перед нами, как перед сообществом, ну, перед Российской Федерацией, перед великим многонациональным, многоконфессиональным народом Российской Федерации, кучу вызовов. И прежде всего перед нами, перед молодым поколением. Вызовы, на самом деле, очень серьезные и крайне местами неприятные. Но вот эта вся балалайка, о которой мы говорим, она ведь приводит к серьезным социальным изменениям. Ну, например, внедрение научно-технического прогресса. Нам вот сегодня на коллегии, один известный социолог, которого Дамир пригласил выступить, рассказывал про то, что огромное количество молодежи в Татарстане, почти 90%, верят в то, что научно-технический прогресс позволит решить большинство проблем человечества. Ну, и наши с вами. Но к чему приводит, например, внедрение новых технологий в производство? К росту роботизации. Ну, роботов больше становится, автоматизация процессов происходит. А что это для людей? Потеря рабочих мест. Это рост безработицы, друзья мои. А куда двинутся люди, потерявшие рабочие места? Вызов? Вызов, да? Государство, сообщество людей. Вообще, мы, как единая российская нация, обязаны на него отвечать. А чем будут заниматься эти люди? Вот по данным ОСИ, например, существует огромное количество профессий, и это правда так, даже я их знаю, которые еще недавно были актуальны, и сейчас отмирают. Многие ученые считают, что нам с вами предстоит всю жизнь учиться. И это правда так. Вот вы здесь в основном студенты, наверное, 2-го, 3-го, 4-го курса, я так понимаю. Да? Есть старшекурсники? Старшекурсники есть там, да? Друзья, хочу вас очень расстроить. Я вам сейчас расскажу историю своей жизни, которую обычно рассказываю на встрече со студентами. Вот сразу хочу оговориться, не делайте так, как я. Значит, я когда закончил первый раз университет, я сейчас подчеркиваю, испытывал безумный от этого, как сейчас модно говорить, хайп. Значит, получив диплом, я вышел на открытое пространство за любимой кафедрой ремонта и надежности машин в одном из московских вузов. Я по первому образованию тоже инженер. Собрал все свои конспекты, вывалил их в бочку, облил бензином, вот это натурально было прям сделано. И поджег. В сентябре я поступил в аспирантуру, и у меня возникла странная мысль, нафигашки я это сделал. Да, это о чем говорит? Это говорит о том, что после этого я еще учился несколько раз, я заканчивал еще несколько вузов, и мне предстоит это делать всю жизнь, так же, как и вам. Поэтому закончить один раз университет, закрыть на этом повестку обучения и отбыть во взрослую жизнь не получится. Это данность, которая тоже ставит огромное количество вызовов перед нами. Что еще нам дают внедрение новых технологий? Ну вот вы скажите, пожалуйста, для меня, как для представителя поколения, родившегося в 80-е, например, обладание собственным автомобилем является определенным статусом жизненным. Вот он мне уже практически не нужен. Стоит карман запас, запас карман не тянет, машина должна быть. Ну скажите, вот в эпоху Uber, Яндекс.Такси, там, я не знаю, Get.Такси, настолько ли это необходимая штука, как вы считаете? Когда ты можешь нажать на кнопку, вызвать машину, она в любой точке Казани приедет, тебя заберет очень быстро, куда-то отвезет. А это к чему приводит по жизни? Опять же, к изменению производственных процессов. Ну, например, те компании, которые производят большое количество автомобилей для личного пользования, скоро потеряют рынок сбыта во многом. И это многие из этих крупных корпораций понимают. А если эта машина еще ездит сама по себе, то это вообще отдельная реальность. Еще недавно, встречаясь со студентами, мы все говорили, а что будет, если машина-робот собьет человека? Пока мы это говорили, она это сделала. И возникает социальная и правовая коллизия. Кто в этом случае виноват? Ну, кто, владелец машины? Он же не сбивал никого. Или такая история. Машина-автомат везет пассажира. Дорогу перебегает человек, и нет возможности избирать столкновения. Что должна сделать машина? Сбить человека или свернуть в сторону, скажем, в обрыв, и убить пассажира? Это сложный вопрос. Коллеги из ряда иностранных компаний ответили на него однозначно. Должна сбить человека, перебегающего дорогу, потому что, во-первых, а никто не будет покупать машину, которая может тебя убить. И б, так поступило бы 90% водителей, людей физически. Это тоже коллизия, которая входит в нашу жизнь, в том числе с точки зрения социальных процессов. И таких вызовов перед нами в целом будет возникать все больше, больше, больше и больше. И вот как мы должны на это ответить в этом безумно ускоряющемся мире? Ну, что мы можем сделать, как общность людей, жителей этой огромной, великой страны? У нас много разных ресурсов. Я тут вот на день 25 января, на день студенчества, встречался со студентами в университете нефтегаза и говорю, да простят меня, говорят, там эти стены, друзья, но нефтегаз это не самый главный стратегический ресурс нашей страны. Почему? Ну, потому что мы, наверное, никогда не сравнимся с китайцами, ну, скажем, в производительности труда или в его стоимость. Потому что, ну, потому что это невозможно сейчас. Ну, вот, скажем, с точки зрения интеллекта, головы нашей, у нас всегда, всегда все совсем было в порядке. Лепша подковал блоху, много кто еще что делал интересного. А сейчас в эпоху, когда вот есть такой знаменитый промышленный дизайнер, Владимир Соловьев, Пирожков, прошу прощать, вспоминаю другого человека, но тоже хорошо вспоминаю, расскажу потом, если будет, минутка про него. Володь Пирожков. Он вообще безумно популярный в определенных кругах человек. Это человек, который делал дизайн, например, для Ситроена или для целой линейки машин Тойоты. Он гуру там в этой части мировой. Он вернулся в свое время, жил во Франции, вернулся в Россию. Так вот он в своих лекциях всегда рассказывает один пример. У него есть друг, у которого дома стоит 3D-принтер, на котором ребенок, этого друга, допечатывает детали для лего себе, недостающие. На этом 3D-принтере. Соответственно, если мы понимаем, что это тоже свойство тех процессов, которые происходят, что эти технологии становятся более доступными, если мы на 3D-принтере можем напечатать все больше и больше, там в Московском университете пищевом, например, ребят макароны печатать пытаются. Наверное, напечатают скоро, обещали попробовать дать. Так вот, если мы это можем сделать, то тогда человек сам по себе с его способностями становится самым главным в этой производственной цепочке. Каждый конкретно. Не поток людей, собирающих машину на конвейере. Это принципиальное изменение, которое накатывает на нас волной. Вот здесь у нас есть шанс у нашей страны огромный рвануть вперед. Совершить тот самый научно-технический прорыв, о котором говорит руководство нашей страны, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин в своем послании говорил об этом. То есть это реально. Это можно сделать. И когда многие говорят, что да вы что, это невозможно, посмотрите там, где другие страны, где вы, ситуация поменялась. Принципиально поменялась, и такого второго шанса возможно у нас уже не будет. Поэтому каждый из вас становится самоценностью для общества, для страны. А какие у вас есть запросы? Ну, одним из самых ключевых, помимо базовых, это вот социология показывает четко, является запрос на самореализацию. Причем не на самореализацию в профессии, не только на самореализацию в профессии, а в принципе. Я хочу вот реализовать себя в чем угодно. Будь по отличной матери, прекрасным поваром, я не знаю, танцевать, еще что-то делать. Если для поколения 80-х есть там поколенческая теория, там говорят, иксы, игреки, зеты, там альфа, их там можно перечислять. Если кому интересно, книжки почитаете. Ценностью, в том числе для меня, являлась, ну что, ну кто такой, летящий лом. Вот ты закончил институт, и полетел, как этот лом, его же только стена может остановить. И погнал по карьерной лестнице. То для поколения, вступающего сейчас во взрослую жизнь, которого, к сожалению, не так много, но так сложилось, что в 90-е годы мы не родились, в этом нет вины наших родителей, тяжелое было очень время. Реалии были другие, которые вы себе представить даже не можете сейчас. Так вот, для поколения там, в 80-х, это была самоцелью, сделать карьеру, как это, лось попер называется, не остановишь. Для вступающих сейчас, во взрослый рабочий период людей, ну взрослый, плохое слово, во взрослый период дети сейчас вступают, уже лет 11, 9, из 10, и там уже вполне себе осознанные взрослые товарищи, потом можно разговаривать долго. Так вот, это другая ценность. Это прежде всего самореализация, а через эту самореализацию, создав для нее условия, общество и государство могут двигаться вперед. Поэтому задача наша, как агентство, заканчивая нудную речь, которую вам вряд ли долго слушать интересно, перед тем, как перейти в вопрос, наша задача, наша цель, наша миссия, как хотите, называйте, всегда путаются эти понятия, даже у великих ученых по некоторым вопросам. Это создать максимальный количество возможностей для самореализации молодых людей в нашей стране. Про это гранты, про это форумы и все остальное, что мы делаем. А через это создать возможности для движения вперед и развития нашего государства в этих тяжелых, но очень интересных условиях, которые для нас создают огромное количество возможностей. Когда президент создал платформу «Россия – страна возможностей», в которую входит целая линейка проектов, там, лидеры России, еще что-то, на нее же не просто так назвали. Потому что вот в этих условиях, турбулентности мировой, всего-всего-всего, Россия действительно становится страной возможностей, где себя самореализовать можно. Так было всегда, мы просто не всегда это чувствуем, особенно на местах. Вот сегодня девчонка выступала на коллегии, рассказывала о том, что она приехала жить и работать в Казань. Никогда здесь ее до этого не было, она училась в Москве, до этого жила в Екатеринбурге, и так с обидой говорила коренным казанцам, что вы вообще не понимаете, чего вы критикуете. Потому что других таких возможностей в стране, может быть, у многих и нет. Не готов с ней согласиться во всем. У нас довольно много в последнее время появляется центров развития, где появляются возможности. от такого мелкого возраста, я говорю сейчас и про Сириусы, которые запускаются в центре Сириуса, и многое что еще. До довольно больших кадровых лифтов, таких как проекты лидеров России, например. Но сам факт того, что этих возможностей больше, чем у наших сверстников за рубежом, я обручаюсь. Последний пример умолкаю, а то уже сейчас там задний ряд заснет. Был в Китае. Несколько раз. Первый раз приехал. Огромная провинция Гуандун. Одной молодежи, 40 миллионов человек. У нас в стране 30. Выходит главный комсомолец. Бабай такой. 54 года. Я такой стою. Выходит, даже не самый главный комсомолец в стране, а один из крупных руководителей, там женщина, и задает мне вопрос, как вы в столь юном возрасте были назначены на эту должность вообще в стране. В этот момент я начинаю вспоминать, как меня назначали. Я проходил собеседование у одного очень крупного руководителя, который на меня смотрел так, и говорил, слушай, тебе это надо. Я говорю, в каком смысле, извините? Он говорит, ну что, возраст у тебя предельный. Увольнять скоро. Ну зачем тебе это? Я говорю, нет, ну я еще подергаюсь. Как-то хочется. И тут стоит передо мной женщина, значит, такая солидная в возрасте. У нее ребенку лет за 23. Молодежью занимается. И спрашивают, как я в таком юном возрасте к чего-то там куда-то там пролез. Я понял, что действительно и возраст юный, и возможности есть, важно просто с чем сравнивать. А это, ребята, на минуточку, Китайская Народная Республика. Там не меньшие страны по размерам и возможностям, а целый Китай, где, за исключением ряда определенных категорий, там бизнес, еще что-то. Молодому человеку, чтобы куда-то пробиться, надо стать сильно пожилым. У нас же вперед. Ну, Дамир там, да, например. Есть целая куча людей, я могу просто их перечислять, которые исключительно своим трудом пролезли высоко и двигаются дальше. Поэтому тут надо просто понимать и сравнивать эти вещи, соотносить. Ну, вот, наверное, на этом замолкнул и готов отвечать на вопросы. Спасибо. Спасибо большое. Да, я поставил. Потому как сейчас же люди вставать будут, а я сидеть, но это не очень культурно. Хорошо. Ну, что ж, тогда перейдемте к вопросам. Есть ли вопрос у аудитории? Давайте. Ребят, любые совершенно. Ожирение, зовут Егор. У меня вопрос по формной программе, по формной кампании Росмолодежи. Я, как представитель молодежного медиа, в свое время был очень удивленный и разочарован, то, что с формы территории смыслов на Клязьме пропалось миллион молодых журналистов. И проблема в том, что, мне кажется, есть потребность в нашей стране в том, чтобы формировать как раз-таки пространство молодое креативно. Сегодня на коллегии тоже были представлены проекты, связанные с этим. И в связи с этим вопрос. Нельзя ли как-то, может быть, снова вести смену молодых журналистов, учитывая, что я сам был на территории смыслов в 2016 году, уже в далеком. И тогда, как раз, была, по-моему, последняя смена молодых журналистов. И там было довольно-таки круто. Я тогда очень много контактов наладил и познакомился с разными интересными людьми. Спасибо. Что касается той или иной смены, которая появится или пропадет на форуме, там, территория смыслов, или там, Таврида, на любом другом, тут веще связано. С одной стороны, охватить необъятное невозможно. Понятно, что хочется много всего и сразу, не все получается. Да ты присаживайся, пожалуйста. И приходится чередовать какие-то тематики. Но что делается? Во-первых, я об этом говорил Сергей Владимирович Кириенко в своих выступлениях уже и на форуме Таврида и в прошлом году. Во-первых, мы работаем над тем, чтобы как минимум два основных форума это Таврида и территория смыслов стали проводиться в новом измерении. Если говорить о Тавриде в форме культурной молодежной, которая тоже довольно большой запрос, там огромный конкурс, человек 15 на место был в том году, то тут вообще принято беспрецедентное решение и не хочу забегать вперед, но совершенно точно этот форум помимо его непосредственного проведения и расширения временных рамок его проведения в обе стороны раньше начать и позже заканчивать, что позволит увеличить охват, перерастет еще и в круглогодичную образовательную площадку для творческой молодежи. Прямо в такой центр типа Сириуса. Мы обязательно расскажем об этом, когда будем готовы к этому. Существует такая организация, оно, Россия – страна возможностей, которая создана по поручению президента и которая сейчас активно занимается созданием круглогодичного образовательного центра для молодежи, где тоже обязательно эти программы будут, именно круглогодичном характере. В прошлом году мы первый раз попробовали в этом году надеемся эту практику продолжить введение грантов для молодых работников средств массовой информации, работающих прежде всего в интернете. Но это связано с тем, что в том числе и блогеры, в том числе и журналисты, много кто. Это связано прежде всего с тем, что медийное потребление молодежи сосредоточено там. Мы, конечно, можем выпустить программу на первом канале, да простят менять коллеги, я с удовольствием всегда с ними работаю, со всеми и с большой благодарностью за то, что они размещают про сюжеты, про молодежную политику и про нас. Но основная аудитория в другом месте. Наша. Поэтому именно для этой категории гранты были введены в втором году и неплохие, за 2 миллионов можно было получить на творческий коллектив. Надеемся, в этом году эту практику продолжить. То есть мы сообщество не оставляем Боже упаси. А конкретная смена здесь или там. Очевидно, в том или ином виде она появится в работе образовательных площадок, о которых я говорил, иных форумов. Там у нас остается вся линейка форумов полностью и будут помимо названных окружные форумы, различные федеральные другие проекты на Дальнем Востоке и в международном сфере. Оно везде где-то встраивается. В том году очень сильно думали на территории смыслов как быть с медиажурналистами и решили, что мы в каждой смене для них слот предусмотрим. Потому что отдельную смену под тысячу человек, ну пойми, очень хочется еще отдельную смену для цифрового пространства, отдельную смену для всех-всех-всех-всех-всех-всех остальных. Но не получалось так. Поэтому однозначно форумную компанию встроены будут. Однозначно в работе вот этих вот структур вновь создаваемых, новых все это будет учтено. Грантовую поддержку в этой части надеемся продолжить. Спасибо большое. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Я являюсь студенткой Казанского инновационного университета и представляю интересы студенческого совета моего университета. У меня, скорее всего, такой, наверное, локальный вопрос именно по проекту, который реализует наш университет. Мы в скором времени реализуем наш проект в школу права КИУ. И мне бы хотелось узнать, наверное, попросить совета, что должно быть основополагающим для этого проекта, чтобы вывести его с такого маленького масштаба на более высокий уровень. Что должна, так сказать, принять для себя молодежь, чтобы не потеряться и вывести действительно этот проект на большой уровень, на высокий уровень. Ну и давайте я сейчас одну историю присаживаюсь, пожалуйста. Расскажу одну историю, даже две. Тоже рассказываю на каждой встрече. Стабильно так получается. А потом немножко по проектам два слова буквально скажешь содержательно. Может быть, что-то скажу. Ну смотри, нет ничего хуже в молодежной среде, чем давать какие-то советы. Ну уж прости меня, пожалуйста. У меня была история в Подмосковье. Сидят ребята такие на галстуках, значит, руководители там органов самоуправления одного очень крупного города в нашей стране, куда уж крупней. И, значит, такие встает парень, пророк говорит, слушайте, а какие наставления вы можете нам дать для того, чтобы там двигаться дальше? Я говорю, да никаких. Слушай, если я начну тебя наставлять или советовать тебя в этой части, то меня надо гадать к чертой матери сработать. Вот правда. Как продвинуть проекты вы знаете лучше, чем я, потому что вы его придумали. Еще бывает плохая история. Это когда крупные руководители исполняют примерно следующее. У меня есть товарищ, близкий друг. Мы, значит, в одном из регионов, он руководитель, такой серьезный. Мы ровесники, он такой, тоже галстук, костюм, все как положено. И полная площадь ребят стоит из разных субъектов нашей страны. Выходит он на сцену, сцена классная, там софиты, большая. Говорит, дорогая наша молодежь. Так руки развел, я говорю, вот, в момент чуть со стула не упал. Слушай, говорю, мне после этого можно не выходить. Все, завалил тему, говорю, дорогой молодежи, они сейчас все развернутся и, слушай, нас с тобой не будут. Ты можешь им что угодно рассказывать после этого. Это я к чему, что нет ничего хуже, чем советовать. Ты расскажи, о чем проект, может быть, чем-то поможем. Ну, два слова буквально. Школа права КИУ это такой проект, который создан для повышения юридической грамотности несовершеннолетних. То есть, это, например, начальные курсы колледжей, потом технических учреждений. Это также школы, а именно девятый, десятый и одиннадцатый класс. Ну, я могу тебе просто две вещи предложить для того, чтобы, если ты хочешь его транслировать, у нас, во-первых, есть российское движение школьников, которое худо-либедно развивается и охватывает все больше и больше школ. Там есть координаторы, с которыми можно поработать по стране. На гранты можешь к нам податься, если проект достойный, а я уверен, что достойный, то можно грантовую поддержку получить. Эксперты оценят. У нас вообще в этом году, в прошлом году, я вам сегодня говорил цифру, 71 миллион примерно ребята из Татарстана получили грантовой поддержки по линии только федерального агентства по делам молодежи. Это не нам спасибо, мы тут вообще ни при чем. Это спасибо тем, кто эти гранты выиграл, потому что они записали хорошие проекты. меня там сегодня на коллегии товарищи пытались благодарить в кулуарах, я им говорю, вообще бы не при делах. Мы только утвердили решение экспертов. Поэтому этим можем помочь, можем помочь подготовить заявку, у нас есть вебинар, податься на грант, можем тебя познакомить с руководством движения школьников. Если тебе это будет интересно. Хорошо? Спасибо большое. Добрый день, Александр Вячеславович, меня зовут Кирилл, я студент из Македонии, являюсь вице-президентом Лиги студентов по работе с иностранными студентами. Хотел спросить, вот наша работа с иностранными студентами направлена на создание для них благоприятной среды, чтобы они смогли тут чувствовать себя как дома, чтобы им было приятно у нас в Татарстане. Но это, я думаю, то, что ведется на федеральном уровне, что мы можем предложить иностранним будущим специалистам, которые здесь заканчивают ВУЗ, в дальнейшем, чтобы они не уезжали из России, чтобы они оставались здесь, что мы можем предложить, какие там, например, работу куда-нибудь, какие условия для них, чтобы они остались здесь, чтобы не уезжали домой, чтобы все эти знания, которые здесь они получили, и то, что у них есть, вот весь этот опыт, чтобы это было на пользу нашей республики или нашей федерации. Спасибо. Спасибо. Ну, просьба одна есть. Смотри, я себя тешу, мыслю, что все-таки на Вячеславовича, наверное, не смотрюсь. Если это не так, вы меня не расстраивайте, пожалуйста, мне хочется в это верить, поэтому давайте, Александр, вот, без отчества, потому что, ну, хочется все-таки еще немножко как-то так, знаешь, себя ощутить. Ну, правда, ну, если не выгляжу, ну, расстроюсь. Теперь, что касается твоего вопроса, смотри, во-первых, для того, чтобы люди оставались, для них тоже создавать, так же, как и для всех выпускников, без разницы, откуда они приехали, и из России, или ребята, или из других стран, определенный набор вещей, которые, как правило, создают компании, которые у них заинтересованы. Это зарплата, прежде всего, это жилье. И вот здесь мы с тобой, наверное, не самые главные люди, которые смогут им помочь. Что мы можем с тобой сделать? Мы можем с тобой создавать благоприятную среду пребывания. Ведь в чем интерес пребывания здесь, ребят, понятно, но ведь и есть наш интерес. Интерес завести огромное количество друзей во всем мире. Плохо, конечно, что они применят свой потенциал где-то не в России. Но и хорошо. Потому что у меня, например, есть друг. Давно его не видел. Мы с ним вместе учились в аспирантуре. Зовут его Соломон, фамилию у него Леймрут. Он из Танзании. Ну, писали мы с ним разные там работы. Кандидатскую здесь защищал, там, с боями. Уезжал сына рожать его, там, отозвали на родину. Сказали, пока сына не будет, не вернешься, он затучится. Родил, вернулся, защитился. Уехал туда, занял неплохую должность. Все наши общения с ним всегда сводятся к тому, что он никогда ничего плохого о России точно не скажет. И это тоже для нас, как для государства, результат. Очень большой, человеческий. я здесь не говорю про модные понятия, мягкая сила и так далее. Об этом пусть политики говорят, я вообще не про политику, вы поймите. А я о человеческих отношениях, которые формируют этот чудный новый мир. Ну, если говорить о том, чтобы оставались, тут, конечно, условия работы, условия трудоустройства, это для всех примерно одинаковые вещи. Кстати, что касается Татарстана непосредственно, определенные здесь большие шаги в этом сделаны. Именно здесь, в республике. Есть и много-много других хороших примеров. Ну, конечно, есть куда стремиться. И у нас есть куча историй, когда базовые потребности не удовлетворяются. Я врать, что здесь буду, что все прекрасно. После вуза все трудоустраиваются. Не всегда это так. Ну, моя личная практика тоже была непростой. Когда я закончил первый раз вуз, мы тоже довольно сложно было с трудоустройством. Но в итоге считаю, что в другой любой стране ничего бы у меня вообще не получилось. Не знаю, получилось ли тут, это не мне судить, но шансов явно было больше. Но это, опять же, другубо личные позиции. Спасибо большое. Добрый день. Меня зовут Василий. И я хочу вернуться к вопросу о форумах. Здесь уже вспомнили Тавриду и Территорию смыслов. После таких форумов большое количество студентов, молодежи, разъезжается по стране, по всем уголкам. И они получают на этих форумах чудовищную и очень серьезную образовательную часть. они заряжаются чем-то очень полезным. И зачастую такие люди, возвращаясь, условно говоря, в тот же Альмитевск или еще куда-нибудь, они пропадают. У них есть этот опыт. Есть общество, сообщество людей из Таврида, но как такового применения этого опыта, они хотели бы где-нибудь его сделать, но не получается. Условно, я ездил в этом году на смену экспериментальной сцены на Тавриду, на как там поэт и еще что-то такое. Но, если бы в стране существовала возможность перенимать этот опыт, сделать сообщество в рамках городов, скажем, условно говоря, каких-либо послов, что ли, может быть, это правильно так сказать, это было бы прекрасно. У меня по этому вопрос, есть ли такая возможность создать эти форумы на местах, чтобы те люди, которые были на этих форумах, транслировали опыт и могли делиться тем, что они получили уже на территории смыслов или на Тавриде? Хороший вопрос, спасибо. Смотри, несколько ответов есть у меня. Первая история, конечно, мы понимаем, что сопровождать выпускников форумов, особенно это касается Тавриды, нужно, необходимо, и именно этим было обусловлено создание Роскульцентра в свое время. Это тоже было непросто, но он появился. Изменение формата Тавриды с переходом в круглогодичную такую историю, это тоже про это, потому что среду эту необходимо формировать и поддерживать. Нет ничего более безумного, чем отталкивать собственную творческую интеллигенцию. Ни одна страна, которая так поступала, хорошо не закончила. Что касается местных форумов, не буду тебе обещать, что мы как агентство охватим необъятное и в каждом субъекте создадим свою маленькую Тавриду. Но толкать к этому наших коллег в субъектах мы точно будем, потому что это важно. Есть одна проблема, субъекты очень разные. У нас есть Татарстан, где все не так плохо, а есть субъекты, где несколько иная ситуация. У нас есть, например, Красноярский край, где в каждом муниципалитете есть дом молодежи. В каждом. Есть республики, области, в которых нет ни одного. В каждом муниципалитете ни одного. И это почему? Потому что мы же правда федерация. Многие злопыхатели говорят о том, что это все неправда, это Российская Федерация только по названию. Не так. Мы реальное, настоящее федеративное государство, где у субъектов очень много своих полномочий, очень много ответственности, и субъекты при этом очень разные. Только так Россия может существовать, на мой взгляд, как сообщество, еще раз подчеркну, единое сообщество многонационального, многоконфессионального российского народа. Убежден великого народа. Поэтому кто говорит про послов, а вы и есть эти послы. Приезжая с Тавриды, вы уже не будете никогда такими, которыми вы были до. Не все просто. Мы сейчас нормативные какие-то вещи готовим, там я Сережу Першина толкаю, он готовит некую бумагу, субъекты с настоятельной просьбой привлекать участников Тавриды к организации массовых мероприятий, к творческим вечерам, например, на территории. Потому что они есть. Есть ряд предложений по применению выпускников Тавриды в области культуры. С министерством тоже консультируемся, не буду забегать вперед, получится хорошо, не получится, ну, по крайней мере, не обманул. Двигаться так будем в этом направлении, других вариантов пока не вижу. Спасибо большое. Добрый день, Александр, меня зовут Алексей, лига студентов. И вот продолжая вопрос о форумах, хотел бы сказать, что вот у нас в республике, вот есть Тавриды, да, в России, у нас в республике есть студенческий образовательный форум, который уже какое-то определенное время проводится и охватывает 3,5 тысячи студентов всех районов нашей республики. И пользуясь такой возможностью, вот пока все здесь студенты и хотел бы вас пригласить. Да, здесь все студенты в республике? Да, все наши республики. Ну, по крайней мере, наши казанские точно учреждения все студенты есть. Лучшие, да. И на студенческой образовательной форуме тоже присутствуют все лучшие со всех районов нашей республики и хотел бы пригласить вас в августе этого года на наш студенческий образовательный форум в качестве гостя, потому что к нам приезжают только лучшие и вещают для лучших наших студентов нашей республики. Спасибо огромное за приглашение, я постараюсь. Вы лучшие, да, те люди, которых мы в хорошем смысле слова называем словом «актив». Да? Во-первых, вам спасибо огромное за то, что вы есть в нашей жизни. Поверьте, мы это ценим и на вас опираемся, даже если, может быть, это не так заметно. Ну, куча народа у нас студенческого объединена в неформальные сообщества. Куча тех, кто не вовлечен в деятельность тех или иных организаций, формальных, неформальных. И вот здесь мы, конечно, вас всех искренне просим максимально контактировать с ребятами, доносить то, что вы узнаете на форумах федеральных, региональных, местных. Потому что, ну, сколько у нас молодежи? Чуть меньше 30 миллионов сейчас. Через форумную компанию в том году около 700 тысяч прошло. Ну, физически. Это уникальный пользователь, если так сказать. Ну, сколько это? Ну, там 2%. И вот без такого личного общения, конечно, все то, что на форумах узнается, донесено не будет. Я верю, что этим тоже вы занимаетесь. Даже поговорив с 10-ю друзьями, вы уже делаете большое дело, рассказав о вашем форуме, о тавриде, еще о чем-то. Это такая, знаете, вещь, заразная, в хорошем смысле слова, секта. Она должна охватить всех. Мы, в крайней мере, должны к этому стремиться. Спасибо. Спасибо большое. У нас следующий вопрос. Здравствуйте. Я сначала не думал, что... Мой вопрос можно будет задать вам. Меня зовут Юсуп Касимов. Мой вопрос о законе на запрет выращивания в России ГМ-культур и ГМ-животных. Этот закон, на мой взгляд, чудовищный наусятудар по российской науке. В России генетическим технологам, кто занимается этим, нечем будет заняться, когда они закончат, им придется уезжать в другие страны. Вы сказали много про то, что в России очень сильно эта часть развивается, но непонятно, почему это был принят закон, из-за давления общественности, но что-нибудь слышно о его снятии этого моратория на выращивание генпродуктов? Это будет очень некорректно, если сейчас буду брать на себя полномочия коллег из Министерства сельского хозяйства, из Роспотребнадзора или иных органов власти, которые отвечают Министерством науки и высшего образования за ту или иную отрасль человеческой деятельности. Поэтому, что касается отмены этого закона, ничего тебе не скажу, я не знаю. Но это правда. Но тут мы всегда должны отвлекшись вот от этой темы, мы должны всегда понимать, что есть две вещи, которые всегда вызывают такие, ну это такие противоположные векторы. Значит, если смотреть, с одной стороны, должна ли наука в своем развитии учитывать мнение общества? Наверное, должна. А с другой стороны, если бы было только так, то земля бы до сих пор считалась плоской, ну и многих великих ученых до сих пор сжигали бы на кострах. Такое развитие событий тоже могло быть. Так или иначе этого не происходит. Поэтому я уверен, что баланс здравый будет найден. Потому что есть много отраслей науки, человеческого знания, которые сейчас именно в рамках той технической платформы, парадигмы, революции, о которой мы говорим, начинают переходить в ту область, которая очень морально-этически опасна. Я сейчас говорю там и не только генномодифицированных продуктах, вообще там, например, экспериментов с геномом человека. Имеем ли мы на это право? Религиозные люди точно скажут нет. Человек с научным сознанием скажет однозначно да. А я скажу не знаю. И я думаю, что этот баланс, здравый баланс, он будет обязательно найден. Надо немножко подождать. Потому что есть реальная реакция общества на это. Но с другой стороны ты прав. В свое время мы генетику как продажную девку капитализма чуть не погубили в нашей стране. И это было неправильно. И мы потом это признали, только потом догонять пришлось. Великих ученых отправили туда, куда отправили и так далее. Я просто по первому образованию хоть инженер, но все-таки сельскохозяйственного вуза. И там история Вавилова и всего остального нам хорошо рассказывали. как это было в жизни. давай немножко подождем. Это просто как человеческий совет. Не как чиновника, не как руководителя. Как чиновник, как руководитель, как государственный служащий, я не могу тебе ответить на твой вопрос. Потому что это не моя сфера компетенции. Но этическая штука тут есть. И она разрешится, поверь мне, в ближайшее время. Спасибо большое. Просто нельзя науку остановить. Невозможно остановить. Но можно только направить. Здравствуйте. Меня зовут Максим. Я из Казанского государственного энергетического университета. У меня вопрос связан с патриотизмом. Будут ли расширенные финансирования, либо же гранты направлены на патриотическую деятельность молодежи, в том числе на поисковое движение России? Поисковое движение России. Понял. Понял смысл вопроса. Потому что гранты на патриотическую деятельность. Мы вообще всю свою деятельность только для этого проводим. Неважно, чем бы мы ни занимались. Гранты будут. Во-первых, сохранится тот объем, который был в том году для некоммерческих организаций в области патриотического воспитания, которое мы проводим. Поисковое движение у нас, как федеральная структура, получает прямую субсидию, чтобы ты знал, от федерального агентства. Просто деятельность финансируем и все. Не можем до регионов дотянуться, потому что тут сложная история, но есть целый ряд общественных организаций, которые напрямую нами субсидируются по поручению правительства и руководству нашей страны, в том числе поисковое движение, ассоциация студенческих спортивных клубов, ряд волонтерских проектов, таких как волонтеры победы, волонтеры-медики, ассоциация волонтерских центров и так далее. Это для чего делается? Это делается как раз для того, чтобы, не навязывая ничего этим общественным организациям, мы в их работу не имеем права вмешиваться, создать условия для их развития, в том числе и по линии поискового движения. Вся история связана с программой патриотического воспитания до 2020 года, у нас этим Роспатриотцентр занимается, продолжится. Сейчас думаем, как ее за два этих года немножко переформатировать, потому что годы прошли, принята она была давно, немножко в спешке, и есть над чем позаниматься. Ну и дальнейшее развитие тоже планируем, так, как было с итогами года волонтера-добровольца, когда по итогам этого года было принято решение о создании целого федерального проекта в рамках национального проекта образования «Социальная активность», который бы поддерживал добровольческую волонтерскую деятельность в нашей стране. Это поддержка создания ресурсных центров добровольчества, небольшие деньги относительно масштабов страны на оплату проезда добровольцев и волонтеров местам проведения мероприятий и много-много что еще. Форумы добровольческие и так далее. Так и здесь. Поэтому, да, однозначно, там конкретные цифры. Сейчас можно, конечно, погрузиться, но это отдельная тема, отдельной встречи. Так, народ начинает зевать. Давайте какие-нибудь острые вопросы. Вопрос первого ряда. Здравствуйте, Камал. Такой вопрос, когда вы для себя поняли, что молодежная политика это ваша работа, ваша деятельность, когда это зародилось, я думаю, будет интересно. И второй вопрос, вы сказали уже про субкультуры. Какие сейчас есть проекты у федерального агентства по работе с данными на право, потому что очень большая часть молодежи именно относится, наверное, к субкультурам, неактивные части молодежи, даже если сказать. И вот, что вы посоветуете нам в качестве, наверное, ответить, ничего я не буду. А, все понял. Что касается, значит, активные или неактивные, кто тебе сказал, что она неактивная? Она активная. На сообщении активной молодежи нет. Вообще молодежи, молодежи свойственно быть активным и критиковать это тоже свойственно молодежи. Протестность. Один великий человек, не помню кто, чтобы вас не обманывать, в интернете можно посмотреть, сказал такую фразу приблизительно, что до определенного возраста человек, если не был, грубо говоря, протестно настроен, не поддерживал какие-то левые движения, например, протестные или еще что-то, то у него нет души. Если после определенного возраста он это делает, этот человек, опять же, сказал, не я, то нет там головы. Это ведь про что? Это не про движение, это про то, что до определенного возраста человек всегда настроен одним образом, он на протесте, в определенном возрасте он начинает созидать, да, и потом начинает вносить какую-то еще такую другую совсем составляющую, связанную своей жизнью, обществу. Про субкультуры. Ты знаешь, мы раньше могли выделить десятка, полтора субкультуры, с ними работать. там вот в эпоху 10-15-летней давности я в Москве возглавлял одно из учреждений молодежной политики, там, центр небольшой был, значит, молодежный, который как раз занимался молодежными субкультурами, творческими, прежде всего, направлением, хип-хоп, рэп, и так далее. Дабуги Крюн была такая команда, вы, наверное, даже не помните, они там у нас работали. начинали там, кто начинал движение в 80-х. Так вот, мы их могли выделить, те же рэперы, панки какие-нибудь, я не знаю, толкинисты с дубьем бегали по нескучному саду в Москве, реконструкторы только зарождались, еще что-то, байкеры, субкультура. Сейчас мы этого сделать не можем, не хочу тебя расстраивать, потому что каждый из вас, сидящих здесь, это отдельная субкультура, переплетающая в себе все. Вот я уверен, что сейчас вас спроси, сказать, что вы слушаете какой-то отдельный стиль музыки и другие не слушаете по определению, ну, таких людей будет немного. Вот есть кто-то, кто вот слушает только рэп и не слушает больше ничего из принципа. А есть такие вот меломаны, классическую музыку только слушают и не слушают больше ничего другого. По принципиальным соображениям, просто слушают только там, я не знаю, там такой, рок, не знаю вообще, слушателю вы его вообще. Вот. Нет таких людей, я даже не такой. Если в плейлист ко мне залезть, там ВКонтакте, там, что только нету, прости господи, вообще, сам пугаюсь. Вот. Так это про что говорит? Про то, что невозможно сейчас молодежь разбить по группам субкультурным. Каждый из вас это отдельный мир, отдельная субкультура, в этом ваша ценность. Я всегда повторяю, убежден, что вы самое лучшее поколение в истории нашей страны за современный период. Да прости от меня, наши старшие товарищи. Могу обосновать. Вы не пуганы. Ну, абсолютно. Ну, 90-е не помните, войны, там, развала страны, не помните, когда брат на брата, стенка на стенку пошел, не помните, карточек не помните. Я когда был такой маленький, в 98-м году мне было 8 лет, я с отцом стоял в очереди за табаком. Был в Москве табачный кризис, надо было расстоять там. У меня почему с тобой брали? Потому что комплект давали в руки. И циферку писали, я бы не было 8 лет, мы тоже цифру писали, я тоже на него получал комплект табака. Ну, понимаете, ну, возверевшие мужики стоят в очереди, которые курива хочется. И что там происходит в этот момент? Морды друг другу бьют, там, милиция растаскивает, понимаете? А еще же не просто ты сигареты покупал. Те еще нагрузку давали там еще. Покупаешь там 4 пачки, ну, я не знаю, там, блоков болгарских сигарет и 2 пачки махорки будут любить. Тоже был такой вариант. Это было вживую. Вы этого ничего не знаете, не помните и думаете, что вас обманывают, чтобы так было. Ребят, клянусь, было, вот зуб дарюсь хоть. Железно. Конфеты так же, там, да, пробиться там, я не знаю, что сегодня выбрасывают. Да, черт его знает, Асяна в очереди поставил. Да, ну вот, это все было вживую, вы этого все не знаете. Вы этим не скованы, но совершенно свободны в своих мыслях и в своих поступках. И за счет этого вы совершенно точно нашу страну вперед потащите. Вот, уверен, убежден. Тут, как бы, да, не без буйраков будет, я думаю, но в целом все точно будет хорошо. Поэтому нельзя субкультуры разделять. Есть увлечение. Например, там, ребят, которые интересуются, там, я не знаю, современными, там, молодежными видами спорта. Занимаемся. У нас есть увлеченный этим товарищ, Батух Сергеевич Хасиков, такой, чем, да, еще приедет, я уверен. Он скорее такой амбассадор, активист. Потому что, понятно, что в каждом дворе мы, там, я не знаю, скейт-парк не откроем. Хотя в Москве сейчас пытаются активно там при поддержке, там у них проект есть на районе называется. И они пытаются на районе, там народ как-то вот увлеченный тоже, значит, погружать. Так будет и дальше. То есть сейчас очень хорошие штуки нам показывали на коллеге об устройство пространства под мостом, например. Это же мировая практика. Такая тема есть в Калининграде, например, у нас. Значит, там, ну много где еще. Воркаут там, площадки мы поддерживаем тоже, воркаут, движение. Потому что поддержка спорта и физкультуры занимается Министерством физической культуры и спорта. Дай бог им помощи в этом деле. А вот современными молодежными неформальными историями пытаемся заниматься. А это ведь потом переходит в большой спорт. Например, еще недавно сноуборд, вообще какой олимпийский спорт, о чем вы говорите. А сейчас народ медали приносит, а ничего. вполне. Как-то вот так. Это вот про субкультуру. Тебе тоже хотел сказать, что, наверное, задача работать со всем комплексом. Есть молодых людей, и ничего не запрещать. Вообще запрещать противопоказано, если только это не запрещено законом. Вот если только что-то не проповедует экстремизм, терроризм или запрещенные законом вещи, со всем остальным надо работать. Что-то запрещая, мы зачастую это плохое пропагандируем. Потому что молодежь, особенно детского возраста, вот я люблю детей говорить, ну вот я сворю за своего 8-летнего сына и понимаю, что это нифига уже не ребенок, абсолютно сознательный товарищ, который прикидывается. Очень сильно таковы ребенка. Вот. Шифрует всем сказал. Я это понял, когда они начали группу ватсапе создавать в школе и нам не сказали. Вот. Так вот, им точно запрещать ничего нельзя. Сразу же схватят, побегут. Смотреть, потрогать и так далее. Ну вот как-то так. Кто уже много наговорил об этом поводу. Спасибо. Александр, добрый день. Меня зовут Роман, я являюсь представителем организации Российские студенческие отряды. Сложно было догадаться. Очень приятно то, что вы узнаете нашу атрибутику, то, что вы о нас знаете, это приятно на самом деле. У меня два вопроса такие вот. Делается ли и будет ли делаться в дальнейшем на государственном уровне такие вещи, как поддержка малых городов, чтобы туда приезжали выпускники, чтобы они там работали, оставались там и работали за достойную заработную плату. И второй вопрос, это такой, вот много у меня знакомых таких, которые заканчивали вузы, сузы, какие-то получали начальное профессиональное образование и у них острая проблема. Вот они уже третий, четвертый год сидят дома при трудоустройстве по специальности им просто отказывают, мол, у тебя нет опыта, иди домой. Вот, заранее спасибо за ваши ответы. Да, стандартный вопрос, который я сам себе задавал, когда первый раз закончил университет. Нет опыта, что делать? Тогда еще жестче было. Тут одна девушка, мы проводим форумы рабочей молодежи, кстати, в этом году здесь в Казани пройдет, суббот приурочен. Там ребята, которые работают на разных предприятиях, там советы уже рабочей молодежи, там, ну, там, я не знаю, Уралвагозавод, 14 тысяч молодых людей, там, до 30 лет, в возрасте, или там, Сургутнефтегаз, их там 35 тысяч, молодежный совет, такие коллективы. И девчонка одна встает, не буду говорить, откуда, она из Поволжья, но не из республики, и говорит, надо, знаете, что делать? У меня есть ответ, говорит, на ваш вопрос. Какой? расскажи, потому что бьются над этим поколения людей. Вот как быть в этой ситуации, когда нужный опыт, да, и вуз ты заканчиваешь, а опыта нет. Тебе не берут. Говорит, надо старшее поколение заставлять увольняться. Я говорю, класс, молодец, отлично вообще, просто, мысль года. это, я так немножко просто, чтобы ты понимал, что эта проблема стоит широко, да, действительно, всегда была сложность, всегда, и в советские годы, поверь мне, я, конечно, в советские годы не учился, но много общался с людьми, которые тогда учили, и учились, была проблема разницы тех знаний, которые дает любой самый прекрасный вуз, и того, что требует производства. Решается сейчас это по-разному. Там, я не знаю, университет нефти и газа решает это созданием профильных, там, структурных подразделений, там, 40% или 50% преподавателей, это сотрудники соответствующих, там, корпораций, у них этажи забрендированы, это этаж Роснефти, это этаж, там, у Койла, этаж Гвазпрома, и выпускников, они там разбираются сразу, на выходе. У всех это происходит по-разному. Ну, во-первых, профильный вот этот вот. Так или иначе, мы будем двигаться в сторону, это тоже очевидно, заключение каких-то договоренностей, заранее, как это будет происходить в форме, или как сейчас существует, это и есть, или иных формах, между вузом, работодателем и студентом. Это тоже другая история. Я здесь не про распределение, потому что распределение, штука, конечно, сложная и двоякая. Когда тебя распределяют в Казани или в Москву, это один разговор. Когда тебя же распределяют, ну, куда-нибудь, в Наринмар, он выглядит иначе. Твоя позиция к распределению относится сразу, в момент. Это вторая история. Будут ли проекты? Ну, конечно, будут. Государство в этом заинтересовано. Я не профильно, еще раз говорю, в этом плане специалист, есть целые министерства, которые этим занимаются, и региональные повестки тоже. И здесь, на Торстане, по этому поводу тоже много чего делается. Сегодня девчонка из тела выступала, значит, там и про жилье рассказывала, там, не у всех так, которые им там дали, специалист. Это однозначно. Но есть и другая история. Вот они три года дома сидят. Да? Это плохо. Очень плохо. Вообще, это такая головная боль. Но может быть попробовать пройти какую-то переподготовку на те специальности, которые сейчас востребованы в этом субъекте и в этой территории. Но это как совет. Это ни в коем случае не воспринимайте, пожалуйста, как там догму. У каждого случая персональный. Но попробовать, наверное, надо. Опять возвращаемся к тому, что учиться нам с вами придется, друзья, всю жизнь. Как бы ни хотелось, чтобы было иначе. Что касается студенческих отрядов, во-первых, я вас хотел очень поздравить. У вас скоро юбилей в этом году. Большая дата. Соответствующие там распоряжения правительства готовятся к тому, чтобы это все отметить на достойном уровне. Да, и 60 лет. Студенческим, тогда еще строительным отрядам, которые выезжали поднимать нашу страну. И там, чтобы не соврать, сколько? 15, по-моему, лет современной истории восстановленных студенческих отрядов. Большое дело, огромное, уже целые пласты людей вышли из этого движения. Вообще, студенческие отряды это в хорошем смысле небольшая мафия. Куда не придешь, везде выпускники. Мне вот легче было согласовывать какой-то список мероприятий по поддержке студенческих отрядов в этом году. Я пришел к одного крупного руководителя, говорю, ну вот ничего не могу сделать, юбилей. Она посмотрела на финансиста, говорит, слушай, ну можем, конечно, сейчас не дать, но потом придется же искать и давать. То есть, человек четко понимает, что без вариантов, поэтому такая вот тема. Студенческий отряд, вообще, чем хороши, это тем, что вы самые занятые, в общем-то люди, самые достаточные во многом. и это здорово. У нас не так много, 240 тысяч, Миша говорит сейчас, бойцов, Киселев. Вот. Надо расширяться, будем вам всячески содействовать, помогать, насколько сил хватит. Потому что 240 тысяч, конечно, это не предел. Но, тем не менее, уже армия. Поэтому обязательно будем поддерживать движение, это точно. Здравствуйте, меня зовут Киевсан, Казанский федеральный университет, второй курс. У меня к вам такой вопрос. Есть ли у вас в планах вообще какая-то, может быть, создание или реализация каких-то арт-пространств, культурных пространств, лофтов? Я знаю, что это достаточно распространено в Москве и в Санкт-Петербурге, но, например, в таких городах, например, как Казань, молодежь часто сталкивается с такой проблемой, что негде интересно и культурно провести время. Нету пространства, где, например, молодые дизайнеры могли бы реализовать свою собственную марку одежды, где-то ее продвигать. То есть, особенно, скажем, не в центре города, у нас есть очень много свободного места и пространства, где это можно было бы сделать. Но почему-то до сих пор в таких городах такого нет. Нету. Есть. Есть, но, скажем так... Не показываю. Может, оно, конечно... Я далек от мысли, что оно закрывается на замок, когда уезжают... Есть культурный центр смены и другие, но, скажем так, там проводятся лекции, бывает, что по несколько раз в неделю, но нету места, где ты можешь постоянно находиться. и это должно быть небольшое помещение, как мне кажется. Конечно. Ну, тут есть история. Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, мы-то, конечно, поддерживаем такие проекты. Мы еще раз говорю, не можем, к сожалению, охватить все города нашей страны такого рода вещами. Ну, во-первых, в Казани такие места действительно существуют, и, говорю, коллеги, я уверен, сейчас с вами поделятся информацией и даже позовут. Это... Вот нет у меня сомнений абсолютно в том, что сейчас это будет сделано. А вторая история, что, конечно, их должно остаться больше. Потребность такая есть. Мы это всячески продвигаем с точки зрения рекламы, прежде всего, в субъектах. Нашим коллегам об этом говорим. Вот недавно в Владивостоке дожали тему открытия, например, лофта. У них ни одного вообще не было в городе. На целом Владивосток. Красноярск. Это вообще отдельная песня. И когда красноярские товарищи что-то начинают говорить, что что-то там не делается, я каждый раз начинаю, значит, птицей выть, потому что уж арт-пространство Каменка, которое в Красноярске создано, оно как раз про это. Куда можно прийти и получить возможность места даже. Где-то поработаешь, что-то выпустишь, там сошьешь. У меня, я когда туда приезжаю, каждый раз, значит, не могу удержаться, на меня ругаются наши хозяйственники. Говорят, так вот, сувениры на Новый год, которые мы заказываем в пределах допустимых сумм, это сюда. Чтобы было сделано. Все это делается руками, ребят, там. Еще раз говорю, страна очень разная. Везде очень разные истории. чтобы в Красноярске не возвращаться, например, Белгород, где там, в Белгороде два дворца молодежи, в муниципалитетах почти во всех есть, там переоборудованные кинотеатры худо-либедно, да, во всех крупных населенных пунктах там есть, да. А есть у нас республики, которых, ну, ноль. Ну, вообще ничего. От слова совсем. Ну, нет хорошей жизни. Народное лоскутное одеяло. Поэтому в Казани, наверное, надо поискать. Ну, тебе подскажут, как этим быть. А так будем поддерживать, развивать, особенно лох пространство. Понятно, что в Москве и в Питере всегда все рождается быстрее. Ну, к сожалению, это города-пылесосы. Так во всем мире столица является городом-пылесосом. Она высасывает, ну, за редким исключением. Высасывает в себя крупный город людей из страны. Сегодня нам показывали на коллегии, например, куда хотят переехать ребята из сел в Татарстане. В Казань хотят. А из Казани куда? В Санкт-Петербург, в основном, ты будешь смеяться, не в Москву, я был удивлен. Не знаю, я в Москве родился, мне обидно стало. Почему так? Но хорошо бы, чтобы возвращались потом. Задача, не надо бояться, что будут уезжать и учиться. Надо бояться, что они не вернутся. Когда едут учиться за границей, я всегда говорю, что это здорово, это вытащить лучшее и вернуться с этим на родину. Это Петр Первый так делал, и до него тоже. И потом. А вот когда не возвращаются, вот это плохо. А для этого среда нужна. Среда в Казани, худо-бедно, мягко скажем, убедиться. Поэтому подскажут. Ладно? Сейчас открываются такие площадки. Да, конечно, нет. Но это неизбежность. Это будет происходить, потому что нужны формы для того, чтобы собраться где-то, элементарно побеседовать, поговорить. Это просто по-разному всегда называлось. А это вот беда наша, бич наша, что мы плохо информируем, работаем плохо с вами, потому что много чего делается, а многое об этом люди и не знают. И с этим надо много-много работать. И работать прежде всего там, где нас читать будут. Потому что мы, конечно, когда опять же все вспоминаю свой первый студенческий опыт, самый прекрасный в жизни, я считаю, что первое образование самое лучшее, какое бы оно ни было, самое запоминающееся. Вот что можно было в вас сделать? Повесить плакат. Мы все его почитаем, воспримем информацию и, сделав выводы, двинемся, значит, указанном на плакате направлении. А сейчас, ну, конечно, можно с вами плакат повесить. Даже его некоторое количество прочтет, но значительная часть не заметит. Даже если плазму повесим огромную и по ней гнать будем, много новостей, информации, все равно. Тут еще скорость восприятия информации меняется. 60 секунд — это предел фокусирования внимания. Все, что больше, не просто же так в Инстаграме ролик «Минута». Уже сложно. Потому что был период времени, когда люди, ну, это опять же мое личное мнение, ни в коем случае, ни какое-то научное, воспринимали мир как текст. Смотрели в него, читали, представляли себе картинку. А сейчас уже как кадр. Его можно увидеть. Поэтому информацию нужно так доносить. Добрый день, меня зовут Тиляра, Академия социального образования. У меня такой вопрос. Каждый общественник встречался в своей жизни с таким явлением, как эмоциональное перегорание. Встречались ли вы с этим и как вы с этим боретесь? Спасибо. Конечно, встречался, когда в общественных структурах работал. Но у меня интересно получилось, я вот не ответил на первую часть этого вопроса. Представь себе такую картину маслом. В конце 90-х мы в университете обсуждаем вопрос, дотянет ли страна до 2000 года. Вопрос стоял примерно в таком раскладе. Сейчас у вас дискусс так не стоит. Это вообще говорит о том, какой путь наша страна и общество прошла за эти годы. Мы это все обсуждаем. И тут начинают появляться ростки первых общественных движений, организаций восстановленных после тяжелого периода. Я всегда со своими коллегами, которые занимались государственной молодежной политикой в начале 90-х, немножко дискутирую. Они мне говорят, ну вот столько же делалось. Я говорю, ну факты. Это и я буду говорить в свое время, что столько же мы делали. Вот то, что не видели этого многие, вот это факты. Мы не видели. И вдруг стало появляться. Хоп, и заметили. Стали появляться общественные структуры, прежде всего политического свойства. Я начал в одной из общественно-политических структур свою бурную деятельность, которая потом и привела меня из университета, в котором я преподавал 10 лет, в другую совершенно стезю. Пришлось переучиваться, вообще жизнь менять. Но стали они появляться, и вот в какой-то момент у нас была ситуация. Крупная политическая партия, у нее молодежное крыло. Мы такие все активные, и нифига нет. От слова совсем. Коротская московская организация. У нас было 200 маяк, 4 флага. Мы эти маяки снимали с активистов, стирали дома, гладили утюгами, 4 флага берегли как родные. Ну, не было ничего вообще. Никакой символики, раздатки, атрибутики, денег. Никто ничего не давал, ни копейки. И в какой-то момент его достало. Догоре оно все синим конем. Значит, вот в этот момент себя надо немножко переключить на позитив. У всех по-разному получается, да? Но в такой момент, когда вроде ничего не получается, а очень хочется, надо переключить. Есть момент, когда ты вроде как потолка достиг. Ну, все уже сделал в рамках общественного движения. Ну, все, ты уже там, в сообществе человек известный, всем помог, кому хотел. Вообще уже все. Тебе ничего нового нет вокруг. И вот жизнь, как накатанный круг, продолжается, а хочется нового. Вот тут надо посмотреть со стороны. Есть два пути. У нас очень много активистов, я сейчас, боже упаси, не говорю ни про кого, кто сейчас в зале, руководители молодежных движений, которые работают тромбами. Знаете, тромбы забивают сосуды. И это не дает течь крови. В какой-то момент надо сказать себе, все, амба и перейти на другую деятельность. Это неизбежно. Но это для руководства. А если вот это вот не происходит, ну, то есть ты не тромб, тогда надо посмотреть, как внутри организации свою деятельность поменять. Чем другим заняться. Вообще говорят, что люди больше трех лет сейчас не могут работать на одном месте или заниматься одной деятельностью. Кто-то говорит пять, кто-то говорит три, по-разному. Но двигаться надо либо вверх, либо вбок, либо по диагонали внутри. Ну, неинтересно становится. Когда вокруг такой чудесный новый мир, хочется всегда обновляться. Это человеческое нормальное стремление и желание. Просто раньше, былые годы, далекие, как мне кажется. Обновление происходило медленнее. И поэтому можно было 25 лет проработать в одном месте или позаниматься одним делом. Ну, вот, как-то так, где-то переломить себя, посмотреть на ситуацию со стороны друзей, послушать, товарищ. У меня вот, например, в агентстве есть человек, имеющий право мне сказать все, что угодно. Ну, в агентстве, рядом с агентством. То есть, вот, прям по голове мне съездить, мешком с картошкой. Тоже мы все такие крутые начальники. Собрали коллектив, нашумели, наорали, там, делай, как я, и все. А может, я, извиняюсь, ерунду сморозил, а народ не скажет. Ну, по разуму, по целому ряду причин. Вот должен быть в коллективе человек, который может сказать, там, Вася, ты не прав. Или, наоборот, там, там, может, пара там, Вася. Такие истории тоже есть. Я не призываю тебя к этому, боже упаси. Уверен, что все истории про выгорание, это ты себе в голове надумал. Ну, просто вижу по тебе, что никто никуда не выгорел. Это точно. Но, рады или поздно, у нас у всех этот момент наступит. Вот тут надо просто понимать, что либо вбок, либо переломиться, либо чем другим заняться, полезным и нужным. Ну, придется. Спасибо большое. Последний вопрос нашей встречи. Спасибо большое. Здравствуйте, Александр Вячеславович. Я очень рада, что последний вопрос принадлежит именно мне. Но я бы хотела сначала, наверное, поделиться своим мнением по итогам встречи, поблагодарить вас за эту встречу. И сегодня вы очень много сказали о том, что для нашей молодежи в России действительно создается большое количество условий для самореализации. Это в том числе и грандовая поддержка, это форумы, это мероприятия, которые проводятся. Также мы услышали вопрос, который был от представителей студенческих трудовых отрядов. И вот здесь я, как тот человек, который тоже неравнодушен к молодежной политике и уже не первый год ей занимаюсь, наверное, отметила ту тенденцию, и меня поймут коллеги, которые являются руководителем объединений, что мы в рамках, вот и во многих вузах, действительно, студенчество, это очень активная пора. И во всех вузах, наверное, ну, может быть, ошибусь, но во многих вузах России созданы шикарные условия для самореализации, для того, чтобы участвовать в развитии органов студенческого самоправления. И тогда, когда наши студенты участвуют вот в различных формах, действительно, им дается такое колоссальное, это знание, это опыт, это выступают лучшие и практики, и теоретики, и лучшие эксперты, которые делают, наверное, самую главную задачу, что побуждает наше студенчество делать что-то для нашей страны. Но вот тогда, когда проходит некий маленький период, они становятся потерянными. И мне кажется, может быть, в рамках форумных площадок стоит обратить внимание на то, чтобы приблизить наше студенчество к практике, чтобы потом, то есть они выходят с проектом, они стали победителями, но где-то больше помощи для реализации, для того, чтобы вот я умею, я хочу делать для страны, я хочу делать для молодежи, я хочу участвовать в какой-либо организации, но порой не хватает у нас, может быть, времени или где-то продумать, да, у нас есть потрясающие проекты, даже это кадровый резерв, даже в республике Татарстан, их несколько, это вверх, но тогда, когда приходит вдохновленный молодой человек в министерство, то это вдохновение куда-то теряется, то есть поэтому я имею в виду, может быть, я не прошу решения, а именно как некий такой со стороны момент, на что обратить внимание, конечно, тоже. У вас, да, у вас есть решение. И есть решение, я думаю, уверена, но то есть то, что это о том, что шел вопрос от распространения. И, конечно, хотелось бы еще сказать, что я представила Казанский федеральный университет, и здесь большое количество студентов нашего университета, и хотелось бы отметить, что вы в нашем вузе, вы не первый раз, вы уже были, и были на самом, наверное, таком большом и значимым праздниками для студенчества, которые в Казани, именно в Казанском федеральном университете отмечаются. И это один из федеральных вузов, которые вы первые посетили. Поэтому мы, конечно, хотели вам такой небольшой подарок, и чтобы остались такие воспоминания. Спасибо. здесь себя увидите. Спасибо огромное. Очень приятно, правда. Можно я сейчас вопрос отвечу, поставлю ее тут где-то? Девчонки так держали, классно, ладно? Я сейчас заберу. Перевернем? Слушайте, а у меня вот такая история. Во-первых, не надо думать, что все должны быть активистами, боже упаси. Вы присаживайтесь, пожалуйста. Нет у меня... Я говорю, мы один раз разобрали один московский вуз через соцсети и нашли там больше 90 неформальных сообществ, которые никак с молодежным активом не связаны, но они занимаются очень полезными делами. Кто-то в шахматы играет, кто-то танцует на улице, кто-то еще как-то чем-то занят. И их оказалось очень много, этих людей. Да простите меня тот вуз, больше, чем официально декларируемый актив вуза. И тогда родилась идея грантов группам физических лиц, которые можно получить без образования юридического лица. Собственно, с этого появилось, что как мы можем их поддержать. Только так. Что делать дальше? Что касается прихода в те или иные государственные структуры, очень глобальный вопрос затронули. Сейчас, например, одно очень крупное министерство, даже их несколько, в Москве из своих прекрасных зданий переезжают в одну из башен Москва-Сити. Прямо так, тягло вы их, тащат туда всех. Я просто с сотрудниками общался. Для чего это делается? Прежде всего. Для создания новой среды работы, доброжелательной среды работы, хотя иногда это так не кажется, вроде бы там, особенно сотрудникам старшего возраста. но эта среда более приемлема уже для молодых сотрудников. Потому что, конечно, трудно. Ты приходишь на работу и тебя начинают ломать там. Просто вот так вот. У меня практику проходила, стажировка, будучи студентом, там уже аспирантом, в одном из департаментов правительства Москвы. Тебе, департамента такого уже нет. Так, значит, история была, кино вино и называется домино. Меня вызвал руководитель, говорит, «Так, давай, пиши». Значит, у нас там на ВДНХ, тогда ВВЦ это называлось, будет вот такой форум. Мы тут должны с тобой повестку дня, письма, то, все, пятое, десятое. Я, наверное, месяц корпел на теме написания всего этого. Каждый день к нему ходил, каждый день ему все не нравилось. Он все вычеркивал, правил, исправлял. Я его проклинал. Говорю, «Ах ты, нехороший человек». Все, руки опустились, вообще. Думаю, «Господи, зачем я вообще? Для чего мне все это?» Вокруг так все можно плюнуть, бросить. В какой-то момент я к нему пришел, он говорит, «Ну, теперь получилось неплохо». Да, форум мы тогда отменили. Где-то месяц он меня мурыжил. Я думаю, «Убью». Единственное было вопрос, когда я от него вышел. Дай бог ему здоровья. Так как он меня научил писать деловые письма, я бы нигде не научился. Это я про то, что иногда то, что кажется занудным и после форума тяжелым, надо воспринимать как серьезную часть жизненного пути. Понимаешь, это потом чуть-чуть, немножко время проходит, как с теми конспектами, которые женщине не надо было. Ну а так, проекты, конечно, идут. Это в целом об изменении среды выговорить. Доброжелательность. Сейчас над этим очень сильно работают. Вы думаете, откуда проект лидера России появился? Там, институтские олимпиады, там, да, я профессионал, наверняка в университете проводятся теоретные этапы. Программа поддержки молодых предпринимателей. Да, и вот тут, конечно, нам предстоит много над чем еще поработать. Потому что, ну понятно, что в советской системе я никогда ее не критикую и не хвалю. Было проще. Была понятная дорожка. Родился, стал октябренком, пионером, комсомольцем и дальше тебя погнали. Распределили и погнали по жизни. Да. Мир поменялся. И так сейчас не будет. И мы должны к этому тоже быть готовы. И помимо, и здесь наша большая недоработка и наша большая, так сказать, проблема, мы над ней будем думать. Помимо навыков современного проектного подхода, создания проектов, мы еще должны давать еще кое-что. Контакты. Для кого, чтобы понадобиться? Ну, контактов много, кстати говоря, набирается у ребят на форумах друг с другом. Просто это чуть-чуть позже, ты понимаешь, насколько это крутая контактная база. Вот сегодня опять нам на коллеге говорили, что, кстати, в отличие от многих других регионов нашей страны, в Татарстане человек продолжает контактную базу ценить всю жизнь практически. а где-то она у кого-то отпадает, ну, после пикового периода, там, 40-45 лет. Там я о другом, о том, что трудности жизненные, как их воспринимать. Ну, что вы думаете, у коллег, наших сверстников в других странах легче, что ли? Вот когда говорят, там, не знаю, там, пенсионный возраст, ну, кто из вас, например, знает, что в Китае общая пенсия отсутствует вообще? Ну, не платят ее, от слова совсем. Платят ее определенным категориям, там, государственным служащим, там, партийным работникам, там, еще кому-то, а во всех остальных родственники должны заботиться. У нас это вообще непредставимая себе вещь, у нас всеобщее пенсионное обеспечение в стране. И, это я про что? Это я про то, что, опять же, надо просто понимать, сравнивать. Вот мы это не даем. Мы не даем подготовленности к тому, что мир, к сожалению, состоит не только из яблок, а иногда еще и из червяков, которые у них сидят. Спасибо большое. Александр Ильич, если уже такая традиция была заложена, можно попросить тогда продолжить ее в нашем университете и сделать фотографию со всеми участниками. А, это я готов, если участники хотят. Тогда мы, я хотела закончить нашу встречу. И огромное спасибо большое, Александр, Я в университетах говорю, что готов отвечать на каждый вопрос. Тут я, к сожалению, скован самолетом. Это не то, чтобы они меня гонят, хотя, наверное, так и есть. Вот. Просто сидят с собой. Да, но они точно сидят за графиком. Я обязательно еще раз приеду. Значит, обязательно еще раз пообщаемся всем, кому будет интересно. Потому что я тоже далек от мысли, что все эти мои занудные рассуждения сегодня у вас прям до конца уж интересовали. Но надеюсь, что это всем нам не точно было сегодня не напрасно. Вот и все. Спасибо вам за то, что вы. Спасибо вам за то, Спасибо вам за то, что вы. И я подожду. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова